На этой неделе завершился срок, который давали военнообязанным на обновление своих данных в общем реестре ОБРИК. После 16 июля обновлять данные тоже можно, но теперь тех, кто не сделал этого вовремя, центры комплектования могут штрафовать. Какие будут штрафы и кому они грозят, разбираемся в этом видео. По новому закону о военнообязанных у граждан было 60 дней, чтобы обновить свои данные онлайн через Резерв Плюс, Центры административных услуг или ТЦК. По информации Министерства обороны более 4 миллионов людей это сделали. Срок такого переходного периода пока не увеличивали, поэтому с 17 июля ТЦК уже имеют право штрафовать всех, у кого обнаружат устаревшие данные. Суммы будут немаленькие. Во время режима военного положения сумма может быть от 17 до 25 тысяч гривен. При этом оштрафовать могут не только самого военнообязанного, но и, например, его работодателя. Штрафы не будут автоматическими для всех подряд. Их будут выписывать при выявлении нарушений сами работники ТЦК на основе информации из реестра ОБРИК. Полиция или суд для этого не нужны. Важно, что обновить информацию в реестре должны и военнообязанные женщины, к примеру, медики и фармацевты. Хоть мобилизация женщин добровольная, они тоже могут получить штраф за нарушение сроков актуализации данных. При этом в Министерстве обороны объяснили, речь идет об обновлении только контактных данных, а не результатов военно-лечебной комиссии. То есть, если вы успели добавить актуальные адресы и другие контакты, проверили в реестре наличие военной специальности, вашего статуса и военкомата, где стоите на учете, вам не полагается штраф. Однако ВЛК все равно по новому закону нужно проходить регулярно раз в год во время военного положения. У тех, кто имел статус ограниченной пригодности, есть время до февраля следующего года, чтобы повторно пройти комиссию и сменить свой статус на пригоден или непригоден. У всех остальных есть еще несколько месяцев на обновление результатов ВЛК, поэтому акцентируем еще раз, пока что штрафов за устаревшие результаты комиссии нет. Пока. С момента, как вам выписали штраф, у вас будет пять дней, чтобы оплатить его добровольно. Это можно сделать даже онлайн. Если же за этот срок штраф не будет оплачен, могут заблокировать банковский счет или автоматически списать с него нужную сумму. За неявку по повестке могут даже ограничить вправе водить авто. Выписанный штраф можно обжаловать в суде, но там нужно будет доказать, что гражданин пропустил отведенный законом срок неумышленно. Если вы не обновили данные, это все еще можно сделать онлайн через резерв плюс или лично. Было полезно? Подписывайтесь на реальную газету, чтобы не пропустить новые видео и переходите по коду на нашу банку. Ваш донат поможет редакции продолжать работу. Продолжение следует... Продолжение следует...